Добрый вечер! Сегодня воскресенье, 4 февраля. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. Коротко о главном. Подвиг жителей и защитников города на Неве почтила страна в день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Полтора десятка лет у руля корабля Русской Церкви. Новая московская фотовыставка отражает 15-летнее служение Святейшего Патриарха Кирилла. Православие и отечественная культура. Потери и приобретение минувшего образ будущего. Тему рождественских чтений в разных ракурсах обсудили в Москве. Теперь более подробно об этих и других событиях. 1 февраля вся полнота Русской Православной Церкви торжественно отметила 15 лет со дня интронизации своего предстоятеля, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Масштабные торжества прошли в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Торжество в день 15-й годовщины со дня возведения Святейшего Патриарха Кирилла на Первосвидетельскую кафедру собрало в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве сонм архиереев и верных чад Русской Церкви, пришедших в собор на помолицы о здравии и благоденствии предстоятеля. В этот знаменательный день в Главном соборе страны Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную Литургию в интронизационных облачениях. Субтитры создавал DimaTorzok 15 лет назад тогда еще митрополит Смоленский и калининградский Кирилл, произнеся слова «Избрание меня патриархом приемлю, благодарю и немаловопреки глаголю» и надев на себя белые куколь русских первосвятителей, фактически принял на себя до конца своих земных дней ответственность за многомиллионную православную паству. За праздничным богослужением его святейшество сослужили представители поместных православных церквей Антиохийской, Чешской земель и Словакии, Америки, клирики Сингапурской епархии Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии из Республики Индонезия. В храме молились игумени женских монастырей, священнослужители Москвы и Подмосковья, сотрудники синодальных и иных церковных учреждений, представители приходских советов, преподаватели учащихся церковных учебных заведений. В храме молились высокопоставленные государственные деятели России и Сербии, представители Рима-католической архиепархии, Ассирийской церкви Востока, Копской церкви в России. К сугубую и к тенею были включены особые прошения о Святой Руси, а также прошения о ныне чествуемом Святейшем Патриархе Кирилле. По окончании литургии митрополит Воскресенский Григорий огласил поздравительный адрес от членов Священного Синода Русской Церкви к Святейшему Патриарху Кириллу с 15-летием интронизациям. В минувшие годы вам довелось в полной мере ощутить, сколько тяжело и ответственно первосвятительское делание, какого напряжения ума и воли требует оно, с какой самоотдачей нужно изо дня в день трудиться, чтобы неизменно приносить пользу Святой Церкви. Все, что вы вкупе с клиром и паствой смогли осуществить, за минувшие 15 лет, поистине изумляет. Впечатляет не только цифры и статистические данные, о которых можно было бы говорить долго, но и сама динамика всестороннего развития, как епархиальной, так и приходской жизни. В дар его святейшеству владыка Григорий преподнес старинную икону Спаса в силах и букет белых роз. Затем патриарх Кирилл принял поздравления заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и обратился к участникам торжественного богослужения с первосвятительским словом, поблагодарив всех за добрые пожелания, слова поддержки и суработничества. Каждый праздник, он с одной стороны как бы вот и благодарение Богу за то, что бы удалось сделать, но одновременно ведь и молитва Господу, чтобы Он не оставлял нас, чтобы и дальше помог идти тем же самым путем, не жалея, как я часто и искренне говорю, живота своего. Если кто-то когда-то будет описывать объективно ту часть церковной истории, участниками которой мы все с вами являемся, то может быть кто-нибудь и напишет такие слова, а они справились со стоящими перед ними задачами. Вот если это будет сказано, это будет самая большая похвала. Патриарх выразил благодарность главе государства Владимиру Путину, благодаря самоотверженному служению которого страна достигает значительных результатов и в экономике, и в политике, и в социальной жизни, и которые с вниманием относятся к нуждам русской церкви, всячески содействуют возрождению религиозной жизни. Невероятные события, которые происходят в русской православной церкви, шокирующие сторонних наблюдателей извне, из-за рубежа, они происходят именно потому, что в этих переменах участвуют все. И наш епископат, наше духовенство, верующий народ при поддержке власти и центральной, и местной власти. И вот это некое соборное делание. Хотел бы, конечно, еще раз поблагодарить всех наших мирян-активистов, молодежных наших лидеров, руководителей, наших приходских работников, потому что сейчас ведь в каждом приходе организована и образовательная работа, и социальная работа. За все за это я вас сердечно благодарю, мои дорогие владыки, отцы, братья, сестры. И это тот самый замечательный подарок, который, внеся частицу, в который каждый из вас преподнес мне, в том числе и сегодня, в этот важный для меня день. Пусть сегодняшний замечательный день еще и еще раз поможет нам, во-первых, осознать нашу общность, наше единство, и то, что, как, будучи все вместе объединенные единой верой, единой молитвой, мы продолжаем великое дело, совершаемое нашими святыми и героическими предками. Затем святейший патриарх Кирилл вручил архиереям церковные награды по вниманию к усердным архипастерским трудам и в связи с юбилейными датами. 27 января, в день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, святейший патриарх Московский Евсея Руси Кирилл посетил Санкт-Петербург. Ежегодно 27 января в России отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Предстоятель Русской Церкви принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, самом большом в мире братском кладбище жертв войны. 80 лет назад в ходе наступательной операции «Январский гром» враг был отброшен от Ленинграда. Бойцы Красной Армии полностью освободили город от фашистской блокады. День Победы в этом сражении отмечает вся Россия и жители других стран, которые чтут память о подвиге солдат, освободивших мир от фашизма. Пискаревское кладбище – скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и места всеобщего поклонения. Мемориал посвящен памяти всех жителей и защитников блокадного Ленинграда. В 186 братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов, защитников Ленинграда. К подножию монумента «Мать Родина» Венки возложил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, следовавшие за его святейшеством митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Ворсан Мофий, епископ Кронштадтский Вениамин, епископ Выборгский и Приозерский Варнава, епископ Тихонский и Ладийнопольский Мстислав, епископ Гачинский и Лужский Митрофан, епископ Петергофский и Силуан возложили к подножию монумента букеты цветов. Была возглашена вечная память. Молитва эта необходима прежде всего нам. Без этой памяти и молитвы мы обречены на забвение. Молитва за усопших – это ничем не заменимая услуга наша, живых на земле. Они нуждаются в этой молитве, да, но эта молитва нужна и нам, потому что она возобновляет память об усопших. Мы молимся за них, тем самым вспоминая их жертвенный подвиг, который они понесли. Они стояли, мужественно стояли, защищая наш город. Это является, конечно же, для нас, потомкам, это ярким примером для подражания. Память солдат и горожан, покоящихся на Пискаревском кладбище, почтили члены правительства Санкт-Петербурга и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Члены правительства в церемонии также приняли участие представители традиционных религиозных конфессий Санкт-Петербурга. «Литургия с патриархом» – так называется фото-выставка, открывшаяся в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Экспозиция подготовлена при службе его святейшества, синодальным отделом по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, фондом Храма Христа Спасителя при поддержке Фонда развития искусства и фотографии имени Петра Барышникова, рассказывает Эльвира Гордеева. Церемонию открытия фото-выставки в залах Патриаршего музея церковного искусства посетил святейший патриарх Кирилл. Обширная экспозиция приурочена к 15-летию интронизации предстоятеля Русской Церкви, которая будет отмечаться 1 февраля. Мы, конечно же, делали за время служения патриарха не одну фото-выставку. Мы рассказывали о многочисленных делах, которые он совершает. Мы рассказывали о истории его семьи, о духовном родстве с исповедниками и праведниками XX века. А в этот раз мы решили сделать фото-выставку о самом главном служении святейшего патриарха, о центре его первосвятительских трудов – это о божественной литургии. Отец Игорь, пройдя по выставочным залам со святейшим патриархом, познакомил предстоятеля с экспозицией и дал пояснение по выставке. Мы постарались собрать здесь все важные элементы – и Святую Русь, и Киев, и совместное служение с другими предстоятелями, и многострадальный Донецк, и возвращение святынь. По мнению организатора выставки, ее главная цель – сфокусировать внимание современного человека на важности понимания литургии как таинства церкви, без которого невозможно спасение. Фотовыставка отражает моменты служения святейшего патриарха Кирилла, моменты его посещения епархий, моменты, когда он обращался с проповедью Слова Божия к многочисленным его слушателям, к жителям России. На выставке более 300 фотографий и видео, сделанные за последние 15 лет сотрудниками пресс-службы его святейшества на богослужениях и других мероприятиях с участием предстоятеля в самых разных уголках России и других стран. Жизнь патриарха – это жизнь служения. И эта выставка в какой-то малой степени передает ту деятельность, которую он осуществляет. Я благодарю Бога, что я являюсь неким участником этого видения, действия святейшего патриарха, чтобы показать вот эту красоту, красоту и внутренний мир нашей церкви. Я надеюсь, что эту фотовыставку посетят очень многие люди. И люди прежде всего церковные, и те, кто пока еще далек от святого православия. Надеюсь, что они, увидев работы фотографов пресс-службы святейшего патриарха, вдохновятся и заинтересуются учением православной церкви. В ходе презентации состоялась демонстрация видеоролика с борта Международной космической станции, в котором космонавт Олег Каноненко поздравил святейшего патриарха с 15-й годовщиной интронизации и открытием выставки. Очень символично, что одновременно с открытием выставки литургии из патриарха в выставочном зале в Краме Христа Спасителя в Международной космической станции начала работать первая в истории освоения космоса, только выставка «Космос. Ручка души». Эта выставка о наших ценностях, любви к одной земле и о нашей вере. В эти дни прорабатывается возможность вывода этой фотоэкспозиции в открытый космос. Его святейшество благословил труды российских авторов, направивших в космос послание о русской душе. Выставка в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве продлится до 12 мая. Затем ее смогут увидеть жители и других регионов страны. В зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве состоялось итоговое заседание 32-х международных рождественских образовательных чтений «Православие и отечественная культура. Потери приобретения минувшего. Образ будущего». Также прошло награждение победителей ежегодных конкурсов «Красота Божьего мира» и «За нравственный подвиг учителя». Эльвира Гордеева расскажет подробности. Мероприятие завершающего дня рождественских образовательных чтений возглавил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации глава Оргкомитета чтений митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Вначале вместе с советником директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Олегом Шабуневичем Владыка вручил награды победителям 19-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В 2024 году будет отмечаться 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, поэтому одним из важнейших направлений конкурса были иллюстрации к произведениям великого поэта. Всего в конкурсе приняли участие 175 епархий русской церкви. На итоговый этап поступило свыше 2000 работ. Конкурс проходил в трех номинациях. Основная тематика – православная икона и роспись по фарфору. В каждой картине видно, что ребенок вложил сердце, душу, что старался. Когда получается хороший рисунок, когда получается хорошее сочинение, когда получается хорошее дело, тогда, когда человек как-то полюбил то, о чем он пишет, то, что он рисует. Затем Владыка Евгений вручил награды победителям Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя. История этого конкурса насчитывает 18 лет. Впервые он состоялся в 2006 году в Центральном федеральном округе, а с 2008 года приобрел статус Всероссийского. В конкурсе принимают участие педагоги общеобразовательных и православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным элементом, музыкальных школ, преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы. Хочу пожелать, чтобы ваши учительские глаза горели, чтобы сердце всегда трепетало, когда вы входите в класс, и ваши ученики и ученицы загорались, зажигались от вашего большого учительского сердца любовью к тому делу, которое делаете. Спасибо вам! В заключении митрополит Евгений огласил проект итогового документа международных рождественских образовательных чтений, который будет направлен на рассмотрение Священного Синода Русской Церкви. Владыка сообщил, что в этом году в рамках чтений прошло свыше 160 мероприятий по 19 направлениям. Тема чтений стала главной в содержании проводимых мероприятий. Православие и культура России неразрывно связаны уже более тысячи лет. Основание самобытности и величие русской культуры в ее приверженности православной традиции. Православие преобразило такие сферы жизни нашего общества, как государственное устроение и право, язык и международное отношение, развитие науки и военное дело, экономика, служение и милосердие. Важнейшими в жизни народа стали христианское отношение к семье и школе. Во всех направлениях развития культуры первостепенным стало соотнесение с евангельской истиной. В докладе глава Оргкомитета чтений подчеркнул, что культура является важнейшим инструментом христианской миссии. Суработничество государства, церкви и общественных институтов должно стать ключевым фактором ее развития, так как именно в этой сфере происходит передача значительной части традиционных духовно-нравственных ценностей и воспитания личности. Сегодня благодаря этому соработничеству возрождается не только материальное наследие, в том числе храма, монастыри, но самое главное – тот колоссальный пласт нематериальной культуры, который отражает принадлежность народа России к православной цивилизации, содержащей наш духовно-генетический код. Полностью с докладом митрополита Евгения можно ознакомиться на сайте международных рождественских образовательных чтений. В завершении итогового заседания состоялся концерт, подготовленный творческими коллективами Самарской митрополии. Рождественское чудо случилось в Пензенской духовной семинарии. Там прошел одноименный профориентационный фестиваль для школьников. Ребятам рассказали, каким наукам обучают семинаристов, а также провели ряд мастер-классов – спортивных, музыкальных и художественных. И все исполняет сокровище благих. Как и перед любым богоугодным делом – молебен. И только после этого участники фестиваля под колокольный звон разошлись по аудиториям. Попробовать себя в качестве звонаря мог любой желающий. Научиться азам не так уж сложно. Мастерство, конечно, достигается годами, десятилетиями. А участие в таких мероприятиях очень полезно, потому что это популяризация, это сохранение традиции. Можно прийти, увидеть вживую колокола, задать вопросы интересующие, попробовать звонить. Из другого класса тоже доносилась музыка более традиционной гитарной аккомпанементы, известной многим популярной композицией. Вы можете приходить к нам, опять же, в музыкальную школу. И я сейчас знаю, что во многих воскресных школах есть преподаватели по гитаре. То есть, если вы очень сильно хотите, можно обязательно себе найти учителя и научиться играть на таком замечательном инструменте. В программе фестиваля была и роспись обашевской игрушке, традиционно пенденский промысел. Здесь ребят познакомились с секретами мастерства. А в спортивном зале уже совсем другая культура. Китайская философия ушу причудливо переплелась с православными традициями. Максим Чикин занимается в 17-й пенденской школе. В подобных фестивалях участвует постоянно. Например, акробатика. Там тренер учит прыгать, как правильно все делать. Для комплексов это нужно. Если ты в комплексе делаешь прыжки, то там суммарно больше баллов дают. Да, восточное единоборство, но верой мы православный, поэтому очень много ребятишек приходит заниматься. Единоборство-то интересное. У нас оно очень такое зрелищное. Работа с различными видами китайского традиционного оружия. Подобные мероприятия в духовной семинаре проводят ежегодно, для того, чтобы рассказать всем желающим об этом учебном заведении. Кенский духовный семинар, как высшее учебное заведение, состоялось. Имеет два уровня высшего образования. Мы хотим просто рассказать о себе, нашим потенциальным абитуриентам, которые, конечно же, это воспитанники воскресных школ, это, конечно же, кадетские школы, это гимназия имени Сильдина Кентия. Те, кто окончит семинарию, станут церковными регентами, священнослужителями или специалистами в области религио-ведения. День 80-летия полного снятия фашистской блокады для петербуржцев особый праздник – День радости. Ведь недаром он назван Ленинградским Днем Победы. Но праздник этот со слезами на глазах. Сугубая молитва в этот день звучит во всех храмах России. И, конечно, в Невской цитадели. В Санкт-Петербурге храм Святой Равноапостольной Нины называют рубежным. Он построен на месте, где во время войны проходил рубеж обороны Ленинграда. В престольный праздник храма в нем всегда служится панихида. О всех от глада и хлада погибших жителях и защитниках Ленинграда. Вместе с прихожанами молились и наши корреспонденты. Будем всегда помнить тех, которые не дожили до прорыва блокады, до освобождения города. Будем молиться за ныне здравствующих, живущих, чтобы Господь им даровал силу духа, здоровье, чтобы они, поживящие вместе с нами в этом городе, послужили нам добрым, великим примером мужества и стойкости. Помолимся и поблагодарим Господа за все его великие благодеяния. Аминь. Храм Святой Равнопостольной Нины был построен в Полежаевском парке, который в годы Великой Отечественной войны в течение более чем двух лет находился прямо в центре линии фронта. В результате, после снятия блокады, парк практически перестал существовать как единое целое. Сейчас здесь находится Аллея Славы – мемориальный комплекс, состоящий из двух обелисков. Их соединяют аллеи, по краям которых высажены 900 берез, которые символизируют 900 блокадных дней. На месте строительства храма были найдены останки 75 воинов, защищавших осажденный Ленинград. Останки погибших были перезахоронены в братской могиле, над которой установлены мемориальная плита и поклонный крест. Небольшой деревянный храм для православных петербуржцев стал местом особого духовного притяжения. Храм был назван в честь покровительницы блокадного Ленинграда, Святой Нины Грузинской. Церковь торжественно открыли 27 января 2010 года, в день 66-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Святыню возводили на народные пожертвования. Большую помощь в строительстве оказала грузинская община Санкт-Петербурга. Ее представители помогли также написать храмовую икону Святой Нины. С именем Святой связано такое историческое событие, как снятие блокады Ленинграда. В дни Отечественной войны митрополит Зиновий Мажуга взял на себя духовный подвиг, моля о снятии блокады. В те дни однажды ему под утром привиделось, как святая равнопостальная Нина предстоит перед престолом Божьим на коленях и молится Господу помочь страждующим людям осажденного города одолеть супостата. И при этом из ее глаз по щекам катились крупные величиной свиноградину, словно хрустальные слезы. Святая Нина стала покровительницей Ленинграда в период фашистской блокады. И ровно в день памяти святой, 27 января, была полностью снята вражеская осада с города на Неве. Молитва в храме никогда не утихает. И благодаря священникам и мирянам, всем, для кого память о подвиге наших дедов не пустой звук, всем неравнодушным людям, в душах наших, как метроном, бьется пульс блокадного Ленинграда. Итак, она звалась Татьяна. Эти слова могут стать эпиграфом к Дню студента в Сыктывкаре. Во-первых, потому что именно в Татьянин день был совершен молебен возле часовни лесного института. А во-вторых, потому что в столице республики Коми прошел уже традиционный бал. И в этом году он посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. Сегодня наш с вами праздник. В День Святой Татьяны студенты отмечают свой праздник. Ведь именно в 1755 году, тогда, когда отмечалась память римской мученицы, был открыт Московский университет. И на храме, который был построен при университете, была надпись сразу же сделана «Свет Христов просвещает всех». Иоанн Богослов, 1 глава, 9 стих. И в 19-м году прошлого столетия Стюарта воинствующими атеистами. Ну а затем слово восстановлено, слава Богу, в наши добрые времена. И я рад, что Татьяна помогает нам, потому что она была грамотная в то время и проповедовала слово со знанием этого дела и книги Божественного Писания. И поэтому она была учительницей для новокрещенных, и поэтому она покровительница в нашем университете. История Сыктывкарского лесного института – это и история становления лесной промышленности Республики Коми, ведь места эти богаты древесиной. И именно из нее 13 лет назад у института выстроили часовню происхождения честных древ животворящего Креста Господня. Более 70 лет вуз готовит специалистов для Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Сыктывкарский лесной институт славится тем, что здесь всегда учатся целые династии. Мы учили бабушек, они привели когда-то своих детей, теперь это у бабушек внуки и даже правнуки. А вечером в Сыктывкаре прошел Пушкинский бал, который погрузил участников в эпоху 19 века. Символично, что вечер танцев прошел в День Святой Татьяны, ведь и пушкинская героиня, и угодница Божия были красивой душой, благородны и честны. Вот такая была Татьяна. Она была еще чудотворица, когда ее обрекли на казнь, и этот лев, который ее должен был слезть, она его гладила, и он ей лизал руки. А когда сказали, ну так он ручной, что тут такого, и попробовали только к нему подойти, первых же он растерзал. Танцевальный вечер закружил в вихре вальса, польки кадрили и марша, даме кавалеров. Гостей бала ждали игры и несколько музыкальных дивертисментов, концертных музыкальных номеров. А угощением был знаменитый «Сбитень по усть Сысольский». Праздник был организован специалистами Центра досуга и кино «Октябрь» и прошел в фойе концертного зала «Сыктывкар». Иванами да Марьями гордится Омская земля. В регионе прошло финальное мероприятие молодежного конкурса-фестиваля, посвященного фольклору и традиционной русской культуре. Участников проекта благотворительного фонда «Молодежная инициатива» приветствовал митрополит Омский и таврический Дионисий. Начался молодежный проект «Иван да Марья» в сентябре 2023 года с отборочных мероприятий на базе высших и средних учебных заведений города Омска, в которых проходили сибирские вечерки, многоборья на основе народных игр, занятия по фольклору и фотосессии в традиционных народных костюмах. Это надо поднять на всероссийский уровень. Это такой конкурс «Иван да Марья». Это, оказывается, традиционная русская культура. Раса очень быстро отзывается в сердце, очень быстро подхватывается. Но этот какой-то зов, зов отеческий, такой проотеческий, народный, вдруг просыпается в человеке. Человек вот легко танцует, поет, участвует, не испытывает при этом каких-то трудностей, комплексов. Министерство региональной политики и массовых коммуникаций всегда тесно сотрудничает с Омской епархией, особенно в рамках реализации подобного сегодняшнего проекта по популяризации традиционных ценностей. Очень отрадно, что наша сегодняшняя молодежь самостоятельно сама участвует в представлении народных традиций. А мы всегда готовы поддерживать такого рода проекты и надеемся, что такая инициатива будет продолжена. На финале конкурса фестиваля «Иван да Марья» перед зрителями развернулось феерическое фольклорное представление, во время которого участники в традиционных русских народных костюмах пели, танцевали и состязались в силе и ловкости. Мужество для меня — это пожертвование, самопожертвование во имя благой цели. Мужество — это не снять крест, когда тебе поставляют нож под горло. Вот это действительно мужество. Как я понимаю, мужество — это сочетание человека, силы духа, доблести, чувства долга. Мужество, то есть нельзя же купить, продать, обменять. Ведь это качество, которое ты приобретаешь со временем и можешь развить. Тут задача именно привлечь молодых людей, которые не имеют отношения ни к научной деятельности, связанной с фольклором, не воспитывались в этой среде. То есть это случайные студенты, которых таким вот неожиданным образом погрузили в традиционную культуру. Но они все получили то, что мы называем этнопрививка. Здесь же зрители увидели фрагменты видео и фотоматериалов различных мероприятий проекта — вечерок, фотосессий, лекций и мастер-классов, а также выездных сессий Академии мужества для парней и Школы девичества для девушек. Согласно решению жюри, победителями конкурса стали Антон Ларионов и Надежда Костомарова, показавшие лучшие результаты при подготовке к конкурсу и во время финальных соревнований. Многие сейчас не знают о настоящей русской культуре, поэтому благодаря этому конкурсу они как раз могут об этом узнать. Конкурсы для того, чтобы не давать продолжение замещению русского человека, когда нас стараются разобщить как можно больше. Поздравляя победителей конкурса, митрополит Омский Таврический Дионисий вручил им иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы как благословение и напоминание о том, что является основой для нашей русской национальной культуры. Такой запомнилась уходящая неделя, и теперь коротко о том, какие важные даты церковного календаря ожидают нас на предстоящей неделе. Завтра, 5 февраля, День памяти свидетеля Феоктиста Новгородского, и святителя Павлина Нолонского. 6 февраля, Блаженной Ксении Петербургской. 7 февраля, святителя Григория Богослова и священномучника Владимира Богоявленского, митрополита Киевского. 8 февраля, в четверг, преподобного Феодора Студита и мученика Иоанна Попова. 9 февраля, в пятницу, святителя Иоанна Златоуста. В субботу, 10 февраля, День памяти преподобного Ефрема Сирина, преподобного Исаака Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского. В воскресенье 11 февраля, священномученика Игнатия Богоносца и всех святых в Екатеринбургской земле просиявших. На этом время нашей программы подошло к концу. Прибывайте с Богом! Всего вам доброго!